Доброго дня, сержант Ступок. Здрасте. Я что-то нарушил? Или просто денег хочется? Хочется. Хочется, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения, а не так, как вы, злостный нарушитель. В смысле? В смысле? Что ж вы разъезжаете без номерных знаков? Как без знаков? Я выезжал, знак был. Вот оно, недоверие к органам. В принципе, есть за что, согласен? Ну что, убедились своими глазами? Ёки-палки. Да, извините, конечно. Ага, извините. Видимо, где-то на ямке поскочил. Сначала кричать, сволочи, а теперь извините. Вот так всегда. А мы просто люди. Честные люди при исполнении. Что, будем оформлять протокол? Тихо, тихо. Ну, який протокол? Никто уже не помнит, как его оформлять. 200 за свой карманчик. Да и все. Я понял. Все, могу ехать. Куда? Куда вы поедете без заднего правого стопа? Что? Командир, ты что, здесь пригрелся на солнышке? Со стопами у меня точно все в порядке. Может, где-то с ними все в порядке, но не на этом транспортном среде. Ёлки. Как? Правда, глаза режут, да? Ничего себе. Мистика просто какая-то. Вы можете называть это мистикой чем угодно. Я называю это нарушением правил дорожного движения. Я за это положен штраф. Как? Я же дал вам 200 гривен. Секундочку. То вы дали 200 гривен за номерный знак. А это абсолютно разные, независимые платежи. Я понял. Вот, возьмите. Все, могу ехать. Теоретически, да. Но на практике очень сложно. На трех колесах, знаете, далеко не уедешь. На каких трех колесах, командир? Как бы я к вам приехал на трех колесах? А что вы так с претензией ко мне? Как будто я его снял. Кого? Колесо. Я... Я... Как... 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 Я... О! Как так? Ну шо? Схему вы уже уяснили. Я понял. Возьмите. Это... Это ж мне сейчас запаску ставить придется. Могу оказать посильную помощь за соточку. Спасибо. Вы лучше подальше отошли бы, а то у меня еще двигатель исчезнет. А вот так вот, да? То есть я ему помочь хотел. Практически бесплатно. Кожна людина должна понимать, что мы поставлены сюда государством для того, чтобы следить за соблюдением законов. Помогать людям. А вот из-за таких кашты нас и называют ментами, мусорами, гнидами в кустах, С... 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 В жилетках. Ну я и так если... Э... Хочешь бы спасибо сказал? Фу! Ну шо там? Все нормально. Только ты его в следующий раз подольше подержи. А то я из ГАИ пойду в Формулу-1. Там люди, которые за 10 секунд колеса снимают гораздо больше ценятся. Ну во-первых, в Формуле-1 колеса меняют за 3 секунды. А во-вторых, ты чушь, сколько он там зарабляет? Фу! А у нас тут и зарплата нормально. Еще и на чистом воздухе целый день. Ага. Нормально. Нормально. Давай, Юма, давай. Давай, давай, давай. Давай. Я пойду прячься. Ой, печет, печет, печет. Попадуйте. Ой, печет, печет, печет. Еще подуйте, 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 подуйте. Уберите его! Уберите! Молодой человек, мы извиниться пришли. Мне не нужны ваши извинения. Просто уберите его. Да я сам не знаю, чего он так на вас среагировал. Обычно на прохожих он так не реагирует. Не реагирует? Он два квартала за мной гнался. Ну, видимо, потому что ему понравилась ваша пицца. А если пицца понравилась, зачем он тогда меня попробовал? Ну, потому что вы не захотели с ним делиться. Попросите его убрать собаку. Уберите, пожалуйста, собаку. И вообще, с животными вход в аптеку запрещен. Рекс, домой! 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 Да что ты? Почему он не уходит? Ну, видимо, хочет, чтобы вы все-таки поделились с ним пиццей. Да поделитесь вы с ним этой пиццей. Забирайте пиццу. С вас 200 гривен. Ладно, просто так забирайте без денег. Так уберите его. Другое дело. Рексик, пойдем домой разогреем. А то она уже остыла, ваша пицца. Пойдем. Ну, и чего вы убегали? Отдали бы сразу пиццу, и не было бы ничего такого. Ой, что? Если бы я не доставил эту пиццу, это была бы уже вторая недоставленная пицца за неделю. А что вам делать за то, что вы не доставляете? Я не знаю. Но те, кто не доставлял две пиццы, их больше никто не видел. Они, наверное, уволились. Что? Да. Ты так хорошо будешь. А я тебе говорю, не подпишу. Все ты подпишешь. Куда ты денешься? Не, не подпишу. Дяденька, зачем ты закопал дяденьку? Так я его не закопал. Я его посадил. Как дерево, что ли? Как дерево, как дерево. А зачем? А чтоб он поумнел. А то видишь, дуб дубом. Ага, сам ты дуб. Так, девочка, иди погуляй, иди отсюда. Ага. Ну что, будешь подписывать? Нет. Я не подпишу. Только через мой труп. Понял? Это сделать легко. О. Если дяде дерево, то его нужно поливать. О. Спасибо тебе, девочка. Так, слышь, Милюзга, иди ты к маме. Я тут с папой. Иди ты к папе. Быстро. Злюка. Так, все. Либо ты сейчас подпишешь, либо здесь останешься. Вот ты как был тупой, тупым и остался. Как же я тебе подпишу, если у меня руки закопаны? Ну так ты ж у нас умный. Все время головой работал. Вот сейчас ртом у меня и подпишешь. Нет, не подпишу. Подпишешь? Ну терпи, я тебя из-под земли достал. Ты вначале сам из нее вылези, а потом меня уже доставать будешь крутой. Ты мне все. Да, не подпишу. Не подпишу. Такие у меня замечательные деревья. Теперь я буду вас каждый день поливать. На троих. Ну и на хрена ты им рога нарисовал? Я только ей рога рисовал. А уши и яйца это твоя работа. Все, на работе больше не пьем. Ты хоть знаешь сколько эта картина стоит? Я тебя прошу, не сыпь мне соль на рану. Ты забыл, что ты нарисовал на картине купания красного коня? Да, смешно было. Генералу понравилось. Добрый день. И такой он уже и добрый. Так. Что тут у вас? Оружие, наркотики, валюта наличкой. Валюта наличкой. Сколько? Ну, вот-вот. И там еще в коридоре. СМЕХ Ох, ниху. Ничего себе вы так везете с собой. Ну, заносите остальную тогда. Да. Да вы понимаете... Заносите. Ладно. Интересно, сколько здесь? Миллион? Я думаю, раз в десять больше. А то и в сто. Класс. Это я себе гелик куплю. А то меня рейндж-ровер уже задолбал. А я себе вертолет куплю, чтобы на работу быстрее добираться. Да что там тебе добираться? Ты через дорогу живешь. А вот я себе остров куплю. Ага. Два. Ага. Один для тещи, необитаемый. Ага. Так. Так, ну, вот это вроде все. Так, а теперь главный вопрос. У вас декларация на валюту имеется? Ребят, декларации нет. Товарищ старший лейтенант, поздравляю вас. Вы официально миллионер. Примите взаимные поздравления. Класс. И сколько у нас денег? Тут, ну, где-то полмиллиарда. На 10 долларов. А, нет. Евро тоже неплохо. А, нет, не евро. Фунтов? Нет. Гривен. Ну, ничего, возьмем гривны. Поддержим отечественного производителя. Нет, это не гривны. Рубли. Ну, возьмем рубли, не побрезгуем в этом. Нет, это не рубли. Это южнокорейская валюта. Вона. Чего она? Так. Да, да. А сколько вот это все в долларах? Доллар? Ну, долларов 300, если с сумками. И нахрена ты эту бакулатуру сюда притащил? Нет, и я говорю. А те на контрольно-пропускном, говорят, тарабаньте все им в кабинет, в кабинет. Вот, обордели сволочи вообще, а. Как, значит, фуры с икрой досматривать, так они на месте. А как всякая гов... Вон у, так к нам в кабинет прут. Так, все, убирайте это отсюда, пока вас не арестовали. Ну, за что ж меня арестовывать-то? За нанесение тяжких душевных травм сотрудникам при исполнении и разрушений мечт. 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 Что это за слово такое? Мечт. Правильно говорить, мечток. Как мечток? Ты там знаешь. Это лучше. Мечток. На троих. Эта Ольга Николаевна постоянно ставит двойки моим ученикам. Вот стерва. Вот. Я разберусь. Спасибо. Спасибо. Дядь Митя, что опять случилось? Дядь Митя, с вами все в порядке? Есть что выпить? Какое выпить? Ты забыл, где ты находишься? Мне кажется, Надежда Константиновна, у него стресс. Осталось кое-что после дня учителя. Ну возьми. Угу. Что случилось? Так. Вот. Шампунь? Ну еще осталась водочка. Возьми. Я тебя спрашиваю, что случилось? Вот. Пожалуйста. Катастрофа. Все хоть живы? Дядя Митя, я сейчас рожу. Говори быстрее, что случилось, гад ты этакий. Скорую хоть вызвали? Поздно. Давай. Давай. Не томи меня, что случилось? Петров. Петров. Что Петров? Что Петров? Петров, дурак. Есть что выпить? Ну вот только шампанское осталось. Странный, конечно, повод для шампанского, но давай. Так что Петров? Что Петров? Мог бы жить и жить. Дурак. А нет льда? Чего? Ну теплая. Быстрее говори, что случилось с Петровым? Станок. Станок, а он дурак. Руками туда и... Какой госпар! Вы его достали хоть оттуда? Да. Боюсь. Нужно что-то для снятия стресса. У нас остались конфеты с ликером. Давай. Быстрее. Софья Николаевна, вы тут за ним присмотрите, я пойду посмотрю, что там случилось. Дядя Митя, вы закусывайте. Налю! Ах ты ж мерзавец, ты такой гадина, ты такая гадюка. Надежда Константиновна, он же в стрессе. В каком он стрессе? Он в запое. Петров же на физкультуре, а? Кабинет труда закрыт. И он пришел к нам в кабинет сил и нажрался. Так, дядя Митя, ты что нам наврал? Я не врал. Я видео видел по технике безопасности. Автор. Автор. Петров. Митя, я тебя сейчас изнасилую и это видео тоже на ютюбе выложу. Я с вами, я буду участвовать. Он сожрал мне подаренные конфеты. Я ж не могу быстрее спеть. Соня. Быстрее. Зазоняем его. На троих. С моим будешь ходить. Ну не может быть, у ребенка телефон круче, чем у воспитателя. Здравствуйте. Здравствуй, солнышко. Бабулечка, что вы хотели? Мне бы детятку забрать. Что-то я вас раньше не видела. А никто из родителей тебя тоже. А детского садика раньше не видели. Однако доверяют деток тебе. Хорошо, кого вам позвать? Худенький такой, щуплый. Не совсем понимаю, о ком вы. А ты специально такая тупенькая? Ну, чтобы с детками на одном языке разговаривать. Так, бабушка, кто вам нужен? Я ж говорю, самого худого мне приведи. Худого. Ладно, но имя-то у него есть. А ты дубина, а? Ну конечно же есть. Родители его же как-то называют. Ну так как зовут вашего внука? Моего внука зовут Егор. Значит, вы ошиблись, бабушка. У нас в группе ни одного Егора нет. Это ты ошиблась. Я знаю, что его здесь нет. Мой внук дома спит. Ему 30 лет уже. Тогда я не понимаю, за кем вы пришли? Кто вам нужен? Я тебе сказала, дрищ! Мне нужен дрищ! Худой дрищ! Да что у вас второй из двух какой-то есть? Тихо-тихо-тихо, бабушка, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Извините, бабушка, наконец-то я тебя нашел. Уже все садики оббегал. Ммм, опоздала. Нашел уже меня. А ты не могла мне маленького мальчика худого привезти, курица? Да перестаньте вы меня обзывать. Успокойте свою бабушку. Вы извините, пожалуйста. Она вообще хорошая. Да? Да, она просто ходит по садикам и отбирает самых худеньких детей. Я не понимаю, зачем. Она что, подумала, что она баба Яга? Что она, ест детей? Я тебя сейчас. Что вы такое говорите? Она как раз совсем наоборот. Она их кормит. Что? Не понимаешь, что ли? Маленьких худеньких деточек нужно кормить. Вот я на своем внуке отыгралась и задачу свою уже выполнила. Даже перевыполнила. Бабушка. Что, что бабушка, что бабушка? А ты быстро веди мне самого худого мальчика. Быстро. Не надо никого везти. Что? Бабушка. Пойдем, я еще раз покажу. А то другое дело. Я пирожков тебе стекла. О, мои любимые. Да. Бармен, пиво. А ты что, не в футболке, Петрович? Сегодня же футбол. Не будет сегодня футбола, Саня. Как не будет? Э, бармен, включай футбик. Жека, давай. И Жеки сегодня не будет. Что вы хотели, молодой человек? Футбол хотел посмотреть. Да какой футбол? Ну что там смотреть? Как одни не могут атаковать, а другие просто не хотят, потому что не видят в этом смысла? А потом что? 90 минут смотреть, как они гоняют бездумно мячик по полю, да? А эти тупые навесты, эти дурацкие забросы вперед. Не, слушайте, давайте включим футбол. Меня жена не так часто в кавак отпускает. Вряд сейчас начнется аргентинский треугольник. Это что, документалочка про Месси? Это очень интересный сериал. Интереснее, чем ваш футбол. Да что может быть интереснее футбола? Алло. Ну, 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 ну давай же один на один. Ну скажи ему. Мальчики повторить? Да, да, да. Я давно хотела тебе кое в чем признаться. Да ну не, 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 ну говори. Давай потом. Я очень долго тебя ждал. Блин. Эх. Эх, как всегда, на самом интересном месте. А когда следующая серия? Завтра. Эх, завтра. Слушай, вот это интрига, да? Ну я же вам говорила. Да. Жалко только, что завтра жената второй день подряд в бар не отпустит. Слушай, а я сегодня прийду, своей расскажу, что я видел. Завтра в бар мы с ней вместе придем. Хорошая идея. Ага. На троих. Прикинь, приезжаем мы на вызов, там вызвали, типа, шумели сильно. Врываемся в квартиру, а там проститутки, наркотики, оружие. Ого, и что вы? Ну что, арестовали этого беспредельщика, который звонил, жаловался. Ну а генералу просто честь отдали, с днем рождения поздравили, да и ушли. Да, Сань, тяжелая у нас с тобой работа. Согласен. Здравствуйте, извините, можно? Да, здравствуйте, а что у вас? Я хочу написать заявление. На кого? На гражданина Петрова. Это кошмар какой-то, просто невыносимо. Он так кричит, что никто заснуть не может. Ага, нарушает, значит, общественный порядок, да? Да. А еще поразбивал в доме все стекла. О, это уже мелкая хулиганка, это уже на условное тянет. И это еще не все. Посмотрите, вот, я хочу снять побои. И такое каждый день. Ой, 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 еще и физическое насилие. О, но это уже на уголовщину тянет. К тому же он тягает за волосы. Да что ж это за визгарх такой, что у вас за волосы тягает? Муж? Да нет, не муж. И тягает за волосы всех, всех работников нашей организации. Да вы что, это начальник у вас такой матерый, да? Да нет, не начальник. А, вот еще. Он сегодня украл автомобиль у этого, у гражданина Зеленова. Ну, кража, это уже серьезно. Серьезный преступник. Мы ему десяточку впаяем, поверьте. Местонахождение его известно, его бы задержать. А, да что там задерживать? Я его с собой привела. Петров, заходи. Вот. И это и есть ваш матерый преступник? Да. Женщина, ну это же ребенок. Да какой это ребенок? Это изверг. Все, пусть остается у вас в отделении, а я родителям скажу, чтобы забрали отсюда, а не с нашего детского садика. Ужас, ужас. Кошмар. Ну что, вроде спокойный ребенок. Да, спокойный ты. Ой. Ты чего это? Крыльца, успокойся. Не-не-не. Что ты? Ты что ты? Что ты? Перестань. Ты что? Давай арестуй его. Да что ты делаешь? Успокойся ты уже. Так, тихо. Это похоже на органы. Да. Ну что, дяденьки, классно поиграем. И ходите к вам в садик. С вами весело. Угу. Ну как ты умудрился так это сделать? Ах, как, как. Блин, а это пока ты спал, остановил фуру. Кажу, штраф за перегруз. Грошей нема. А что есть? Абрикосы. Кажу, с нитратами. Не, блин. Домашние для себя выращивал. Что и такие вкусные. Так она, что ты целый ящик съел? Да, блин, с жадностью. Чтобы тебе не досталось. Саня, ну хорош тренгет. Понял, мне в больницу нужно. Старший инспектор Петрыкин. Извините, ваши документы. Саня, какие документы? Давай без тех преступzeń. Короче, мужик. Можешь помочь. Треба напарника моего в больницу отвезти. В него острасть, так как看. Короче, по-нас debates у него. Так, а ты чего не отвезешь? Да не могу, не можно пост залишать, нужно, чтобы кто-то был. А он мне бать не обозрёт? Не, ну если ты быстро ехать не будешь, то все будет нормально. А он не заразный? Ну помыешь руки потом, ну отвезешь его? Не, не могу, места у меня нет. Уважаемый, я вас дуже прошу, я вам грошей дам. Ух ты, ха-ха, такое в первый раз. Сейчас мне гаишник предлагает. Сколько? Сотку. Так, и мне сотку за то, что я его спину... Ой, выбачь, рефлекс. Ну так что, поедете? Ну ладно, поеду. О, спасибо. Натаха, слезай, подожди меня тут на посту, я потом заеду за тобой. Натаха! Натаха! Йон! А не видели, тёлка тут сидела? Ах ты ж... Натаха! Обосраться! Натаха! 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 Вот це ситуация. Обосраться можно. Саня, твою мать! Да, хорошо, мы с тобой, Ром, сегодня поработали. Ага, практически ничего не сделали, просто одну деталь поменяли. Эх, я себе ещё головой не так стукнулся, было вообще супер. А кто работает головой, тот получает... Ага. Больше. Ага. Вот, Рома, твоя доля. Натаха, ни в чём себе не отказывай. Я так понимаю, тот, кто вообще не работает, получает ещё больше того, кто работает головой? Ты, Ром, видать, сильно головой-то ударился. Раз такие глупости тебе в голову лезут. Ты лучше расслабься и давай со мной за хороший день выпьем. На работе шпить нельзя. Тебе нельзя, а мне даже нужно. За хороший день! Ты, наверное, в этом киоске больше не покупай. Дядя Палик, а вы сейчас тоже негра видите? Или это я башкой ударился? Ты тоже его видишь? Кстати, правильно, не негр, а афроамериканец. Давай, скажи, дядя, здрасте, ты жучил, давай. Hello, how are you doing? И снова здрасте, мать вашу! Подожди, это что, я сейчас английский начал понимать? А подожди, а почему снова? Да потому что я был уже у вас с утра. Правда? Правда. Да вряд ли я бы негра запомнил. Это ж вы, два гадрика, делали мне экспресс-ремонт выхлопной системы за 15 минут. Этот дебил еще головой ударился. А, было такое... Так а что, что-то не работает? Работает. Только выхлопы все в салон идут. Дышать нечем. А... Поэтому вы мне либо машину сделаете, либо я на вас, гаврики, в суд подам и потребую возмещения морального ущерба. Не надо в суд, не надо. Мы вам ущерб моральный прямо сейчас восстановим. Вот, пожалуйста, компенсация. Спасибо. Но машину все равно сделайте. Через полчаса зайду. Рома, иди делай. Что за день-то сегодня такой черный? Не черный, а афроамериканский. Ну-ка, иди делай. Ну-ка, иди делай. Афроамериканский. Ну-ка, иди делай. На краях. Так. Заходи, заходи, заходи. Егор. Да. А что происходит? А происходит сюрприз. Давай, готово? Три, два, один. Снимай. Ты не забыл про мой день рождения? О чем ты говоришь? Спасибо большое. Боже, сколько подарков. Начну с этого. Так. Боже мой, какое красивое платье. Правда, у меня такое есть? Правда? Ну ничего, ты же готовился. Ну да. Так, а тут, а тут туфли. Боже, какие туфли. Правда, и такие туфли у меня есть. Как же. Так, Егор. Что? Ты просто упаковал мои вещи? Так и скажи. Я забыл про тот день рождения. Я просто упаковал эти. Нет, нет, нет. Я не забыл. Ты что? Когда ты увидишь главный подарок, ты все поймешь. Нет. Он в шкафу. Сюда! Я его так долго искал. О, Жень мой! Как? Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Та-ра-та-та-та-та-та. Та-ра-та-та-та-та-та. Три, два, один. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. О, Жень. О, Егор, это что? Вот он, твой главный подарок. А что? Еще никто из твоих подруг, спорим, не получал на день рождения своего любовника. Ой, а как же музыкальный подарок? Ну-ка, давай. Happy birthday to you. Эй, веселее. Это ж праздник. Давай. Happy birthday, Диавика. Happy birthday to you. Молодец. О-о-о, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Еще один маленький подарок лично от меня. Это что, Егор? Билет в Запорожье? Да, ты едешь к маме. Пожалуйста, Егор, не надо. Я тебя очень прошу, не надо, пожалуйста. Собрала свои шмотки и поехала к маме. Быстро. Не хочу к маме, не хочу к маме. Выдавай в свое Запорожье. Не хочу к маме. А ты, ты тоже едешь в Запорожье. Только не на поезде. Ты едешь по почте. А новой? По старой. Пойдем упаковываться. Смотри, какая красивая коробочка для тебя. Так и давай. Давай, мамочка. Давай залази. Не у кого такой коробочки нету. Все едут в плацкарте. А ты красивый такой. Деньги. С бантиком. Ты как елочка на Новый год. Привыкай. Так работает почта. На троих. Вы знаете, если это ограбление, то это самое странное оружие, которое я когда-либо видела. То это не ограбление. Я то, как я думаю. Они мне говорят, что это джузьки, что на его пути оттапить. А они мне деньги, дай деньги, деньги. Как они купаются на лыжи. Потому что я там неси, и оно выиграет. Неси то лыжи, мы то подло поделиться по ровну. 50 тысяч, и я пошел. Простите, пожалуйста, я ничего не поняла. Вам нужно 50 тысяч? Я что и говорю, они то и не то, и как то еще. Мне два, тебе три. Я взял, ты взял, получил. Кто работал, все заработали. Так, я взял, все доброе. Йото, привьо, то не на ее шлях травим. Отдал тебе много, когда тебе нужно. А я проверил все. О! Они 70. Подождите, вам 50 или 70? Это просто единственное, что я поняла. 70 и вьо. 70. Подождите, ну... 50 или 70? Я что и кажу, 20, 50, 70? Хорошо, 70. Скажите, зачем вам нужны такие деньги? Я что и кажу, на их шлях трапить. Они геть гайда бздец. Вот они туда-сюда и десь там. А як я и тут. Они то и коли у речку, а я то и дюське. А они мені, ну и тобі все добре. А я тебе, а я в ее тобі в падла, курва тобі. А най цур тобі пек. 140 гони. Подождите. Какие ще 140? Ви же говорили 50 и 20, я до 70. А какие 140? Одну фелину. 20, 50, 70, 140. Я все оборуху ау. Гони бабло. Подождите. Так. Объясните мне, пожалуйста, нормально. Зачем вам 140 тысяч? На что вы это потратите? И как вы это будете отдавать? Я ж той кажу, слухай, ну сюди. А я кажу, ты, курва, на ее шлях трапит. Кажу ж мені, дава, тобі, дава. Я взял, ти получив. Всі в долю. Я нічого не проверил. Яна, як він отдавати буде? А я то знаю, як він уведу давати буде. Ми ще сказали, що він хочеться, і в нее не лишав. А тепер, я... Чуть, я... Ну, как він, доктор? Состояние тяжелое. Жить буде? Ну, надеюсь, да. Ай-яй-яй-яй, это плохо. Ну, как же плохо, если человек выживет. Да если он выживет, мне капец. Это местный авторитет. Да успокойтесь, пожалуйста, что он с вами сделает? Доктор, а вы можете сделать, чтобы он, это... Да вы что? Я же доктор. Ну, можете. Ну, у вас же бывают иногда такие случаи. У меня не бывает. Тем более, если он с вами что-то сделает, я вас обязательно спасу. Успокоили. Я на своей тавре в его Порше въехал. А-а-а, настолько сильная авария? Да, авария-то не очень сильная. Я просто бампер там помял. А вот система безопасности в Порше сильная. И 15 подушек, и все сработали. Ну, вот видите, значит, не вы виноваты, а подушки безопасности. Ай, вы его не знаете. О-о-о, он в местном кафе у нас официанту ногу прострелил за то, что он долго шашлык нес. Ну, в таком случае просто продайте машину и все. Ну, да, да, продать мою таврию на похороны, может, и хватит. Доктор, вам не нужна случайно таврия? Так, пожалуйста, прекратите истерику. Все будет хорошо. Ага. О. Мужчина, как вы себя чувствуете? А? Хреново. А где я? Кто я? Ничего не помню. Вы ничего не помните? Вообще ничего. Ну, не волнуйтесь, это временная амнезия. Такое бывает, ничего страшного. Э-э-э! Слышишь ты, урод? Ты, а, так, короче, на своей галимой таврии мне в Порше въехал. Понял? Ты представляешь, на какое бабло ты встрял вообще? У меня что, таврия? Да, да, все таки было. И сейчас вы находитесь в дорогой частной клинике. За это тоже придется рассчитаться. Короче, слушай сюда и всасывай. Если сегодня бабло не найдешь, я тебя на счетчик ставлю. А если завтра бабло не найдешь, я тебя, короче, на два счетчика ставлю. А если послезавтра не найдешь... Я понял, на три счетчика. Да нет, если послезавтра не найдешь, бабло уже тебе не понадобится, потому что доктор тебя в морг отвезет. Понял, понял, понял. Это, кажется, ваш. Пожалуйста. Алло. Алло. Какой брат? У меня есть брат? Извини, я просто ничего не помню. Я в аварию попал на своей Таврии. В какой-то Порш въехал. Что? А вот так вот даже? Ладно, жду. Ну, что говорят? Говорят, на похороны можете не сбрасываться. Вас в Таврии похоронят. В обнимочку. Смотрите, какая баночка. Смотрите. Так, извращение. Так, на месте преступления найдена улика. Опа. Свидетельствующая о испуге. Ой, о сильном испуге. Так, а ну все улеглись. А то тихий час будет, пока родители не заберут. Зафиксируйте, пожалуйста, факт угрозы. Угу, фиксирую. Так. Я в сотый раз повторяю. Я не контролирую. Очередь в наш детский садик. Гражданка, мы не по этому вопросу сюда. Я в том, что к нам поступила жалоба от Крыныти Олега Петровича. Угу. Ну что вы имелите? Это же ваш напарник, отец нашего Кирюши Крыныти. В первую очередь это пострадавшая сторона, а уже потом мой напарник. Итак, к нам поступила информация, что вы систематически избиваете его сына. Я? Ну, может не вы. Может вы нанимаете для этого специально обученных отморозков. Дело не в этом. Кирилл Крыныти, зайдите, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Результат на лице. Ну это же нарисованный синяк. А результаты медицинской экспертизы свидетельствуют совершенно об ином. Совершенно. Ой, ладно, лейтенант. Ну что нам из этой чепухи человека в тюрьму сажать? На 20 лет строгого режима всю жизнь ломать? Ну это тут при чем? Это как суд решит. Это да, это как суд. Ладно, я все поняла. Что вы хотите? Ну, можно какую-то там моральную компенсацию. Да. Хорошо, можете не сдавать на шторы. О, сыночка, а сильно болит? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ладно, не сдавайте на костюмы для утренника. О, я знал, что у вас есть что-то человеческое. Так, ну я так понимаю, конфликт исчерпан? Ну дадим человеку еще один шанс. Вы свободны. Ой, идем, Кирюшенька, в группу. Каждый год одно и то же. Хоть бы что-то новое придумали. Так, а может у нас... Фантазии нету. Вот именно. Короче. Так, ну что, идем теперь в школу. В школу? Будем моему золотую медаль делать. Давай, давай. Только это, у меня фломастер закончился, надо купить. А может гипс? А? О, а ты говоришь, у нас фантазии нет. О. Есть у нас фантазия? Ага. Гипс придумал. Так и не забыть, не забыть. На троих. О-о-о-о. Бармен, можно пивка? Голова скалывается. Да не вопрос. Что, вчера дали жару? А-а-а. У вас тут на корпоративе фокусы показывал. А-а-а, так это вы. Точно. А зачем вы жену клиента вчера чуть не распилили? Да, потому что начал пить с этими клиентами всякого. Вязать. Лучше б пиво пил. Ну и настроение такое попилить. Ну и корчек. Я у вас питона забыл вчера. Не находили? А-а-а, так это ваш? Да. Слава богу, нашлись. Есть. Наш повар его сегодня утром нашел, представляете? Евгений Михайлович, тут к вам. Евгений Михайлович. Вот, вот хозяин питона. Ах ты с... Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Чего? Он же ручной. Да, откуда мне было это знать? Ну, извините. Вчера перебрал. Ты вчера перебрал, а я сегодня перес-перес-перес-перес... Ну, извините еще раз. Ах, извините. Это я четыре раза утром успел в туалет сходить. И не выходя из кухни. А где вы его нашли? Открываю шкаф с посудой, а там школа, камбус на флоте, свадьба... Ах, 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 ах... Так я всю жизнь глазами пробежал. Он же мог меня сожрать! Ну, это исключено. Это ручной питон. Это я вам говорю, как специалист по змеям. Можно я его верну? Заскучился. Да, да. Я сейчас вам его принесу. Спасибо большое. Извините за кухню. Представляете, раньше не заикался. Да? Смотрите, а как он его принесет? Он же его боится. Не знаю, может, уже подружились. Да, он такой. Вот. Алле, оп. Это что? Это котлеты из питона. Они очень вкусные. Это я вам как специалист по котлетам говорю. Вот он. Он самый. Значит так, я тебе сейчас... Еще раз сюда придешь. Я из тебя котлеты сделаю. Можно я заберу попрощаться? Я извиняюсь, а вы кто будете? Конь в пальто. Работник санэпидемстанции. Так на прошлой неделе были от вас уже. Недели? Да вы что? Тут за час знаете, сколько может бактерий появиться? Тысячи людей умрут. Вы что, готовы нести ответственность за жизнь людьев? Нет. Вот. И что, вы отнесете воду в лабораторию? Нет времени. Важна каждая минута. Я сам себе в лабораторию. Ну все понятно. Превышен водород. Фтор зашкаливает. И... Кишечная палочка. С вами все будет в порядке? 30 лет работы в санэпидемстанции. У меня желудок луженый. А что теперь делать-то? Что делать? Спасать людей. Пляж закрыть. Давайте всех из воды. Быстро. Важна каждая минута. Уважаемые отдыхающие, большая просьба, срочно выйдите из воды. Вода непригодна для купания. Повторяю, вода заражена. Срочно покиньте воду. Этого мелкого давайте из воды быстро. Он еще только жить начал. А я тебе говорил, все получится. Ну все, теперь пляж наш. Можем рыбачить. Ты знаешь, можем даже и с ночевкой остаться. Можем и с ночевкой. Пожди так, а жена тебя отпустит. Если я работник санэпидемстанции скажет, что дома разбит градусник и уровень ртути зашкаливает в пять раз, то все сработает. Давай. Давай тут располагайся, а я пойду воплощать наш план в дело. Давай. Сюда. Сюда. Мужчина, вы что делаете? Вы чего? Вы что, не слышали о заражении, что ли? Ты чего? Тут все заражено. Вода заражена. Это ты такая, а? Рыба заражена. Луточки ваши тоже заражены. А вы сами тоже покиньте территорию. Этого. Да что здесь происходит? Как что? Выполняем ваши указания. Всех нафиг с пляжа. Предветы заражения. Уничтожены. Дурак ты, Саня. Идеи твои дурацкие. Спасибо, спасатель. Чем я спасибо сказал? Эну жизнь можно сказать спас. Я же спасатель. На троих. На троих. На троих. Тоих. К на троих. Редактор субтитров. Олени manne. Про theatre.